Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя серия видео уроков для начинающих садоводов и огородников. Сегодня я снова пришла сеять капусту. В прошлый раз я сеяла ультраскораспелые ранние сорта, а сегодня вот зимнюю буду. И снова будем разговаривать о капусте. Раз уж я занимаюсь капустой, мы продолжим разговор на эту тему. Потому что после прошлого видео пришло много вопросов. Я же не назвала именно какие сорта я сею. Люди спрашивают, а к пекинской капусте это относится, а брокколи так можно садить? Вот сейчас будем говорить именно об этих сортах. Пекинская и брокколи действительно отличаются от других, но не посевом, не способом посева, а именно своей повышенной холодолюбивостью. Если вот эти вот белокочанная, краснокочанная, цветная, она любит, чтобы рассада у нее была, ну как вырастала на холоде, то пекинская и брокколи она любит и отплодоносить во время холода. Потому что многие замечают, что не получается у многих брокколи вырастить, она зацветает. Если вы ее посеете поздно и она будет у вас как выращиваться в жарких условиях, летом наравне с другой, она обязательно зацветет. Так же и как пекинская даст стрелку, даст много вам желтых красивых цветочков, но не даст плода. Это из-за того, что нужно торопиться ее выращивать ранее-ранее весной. Вот я сейчас уже в другую теплицу посеяла свою брокколи и пекинскую, она уже всходит. И как только можно обработать землю, перекопать, сделать лунки, нужно сразу же ее высаживать. Она должна дать свои плоды до наступления жары вот этой июньской, июльской, конец июня, начало июля. В это время вы уже должны скушать ее. Потом осенью можно посеять еще раз и брокколи, и пекинскую. И она даже до первых заморозков будет у вас расти и еще успеет дать еще один урожай. Но об этом мы поговорим попозже. Сейчас для тех, кто не видел видео, когда я сеяла первый раз, я коротко снова пробегусь. Рассаду капустную можно получить хорошую только в холодных условиях. Прекрасное условие в холодной поликарбонатовой теплице. Если нет поликарбонатовой, можно сделать уличный рассадник из ящичка или из лоточка. Прикрыли, посеяли, прикрыли стеклом, поставили на улицу. Не бойтесь, она не замерзнет. Там будет крепкая закаленная рассада. Если есть теплица, в теплице делаем бороздки, неглубокие семена, потому что мелкие. Рассыпаю прям просто рассыпью. Загущение рассада выносит первое время. Все равно вы потом будете пикировать. Прикрываю землей и поливаю. Вот у меня уже две готовых. Каждый сорт желательно разделить какой-то межой, дорожкой. Вешайте обязательно вот эти таблички, потому что вы потом, если ее перепутаете, она ничем не отличается. Вы не различите раннюю от поздней. Вся она одинаковая. И кроме этих табличек желательно еще записывать. Я все записываю в тетрадку, все от и до, чтобы потом не было никакой путаницы. Тетрадь обязательно заведите. Все прикрыли землей, полили, накрыли пленкой. 7-10 дней можете не расстраиваться. Она будет там набухать, проклевываться. Она потом вылезет. Как только первые сходу появились, пленку убираем. Это же относится и к пекинской, и к брокколи, и к цветной, и к краснокочанной. Все виды капусты, которые вы садите у себя на участке, все можно выращивать и даже нужно в холодных условиях. Я вот делаю, сколько у меня сортов, делаю столько отдельных отсеков грядочек. Но у вас будут грядочки поменьше, потому что вы сеете маленькое количество. Я сею большое количество, у меня вот много грядочек. Я еще зимние 3-4 сорта посажу, потом цветную краснокочанную, которую я в маленьких количествах сею, а эта в больших я вот раннюю много сажу, и много зимнюю сажу. Все, любая капуста, любая капуста любит холодные условия, и рассада здесь будет прекрасная. Я сейчас, вот несколько дней назад, когда я делала уличный рассадник, я вам покажу. Вон стоит лоток мой, уличный рассадник. Среди снега, в холодных условиях, вот такая вот рассада, у кого нет теплицы, будет намного лучше, чем дома. Дома получается слабая, она вытягивается, болеет, и почти у всех поражается черной ножкой и погибает. Не бойтесь сеять капусту на улице, не бойтесь сеять капусту в холодных условиях. Потом будем еще высаживать на улицу очень рано, я вам покажу, когда я высаживаю. Если кто не побоится, может высадить какую-то часть в этот же период, еще потом пройдут после высадки и заморозки, может быть и пройдет снег. Капуста этого не боится. Она будет здоровая, и урожай у нее будет намного выше, чем у той, которая томилась дома. Кто не может поставить лоток на улицу, посеять в теплицу, пожалуйста, выносите на балкон, выносите на лоджии. И пусть они у вас там стоят и утром, и днем, и вечером, домой не заносите. Дома вы испортите свою рассаду капусты. Особенно брокколи пекинская, она очень плохо реагирует на жару. И кто интересовался брокколи и пекинской капустой, высаживайте как можно раньше. Как только участок у вас оттаял, как только можно сделать грядку, делайте лунки и садите. Все. Вот, надеюсь, мои советы кому-то помогут. Вот про брокколи я рассказала, вопрос ответила, про пекинскую. Потом, когда я буду высаживать, я все это еще раз покажу. Но только я вас сейчас предупреждаю, что эти сорта нужно сеять как можно раньше. Сейчас уже брокколи пекинская должна уже у многих взойти. Кто хочет вырастить, торопитесь. Первые числа апреля это крайний срок, посеете позже.